Арабская сказка Дочь Визиря Жили-были на свете Две несравненные красавицы. Одна – дочь великого падишаха, Другая – дочь Визиря этого падишаха. Сидели как-то две прелестницы у окошка и видят. Через дорогу переходит Водонос, Да такой, что глаз не отвести. Дочь падишаха и окликнула. Эй, Водонос, Водонос, Ответь, кто красивее, дочь Визиря или я? Вы обе прекрасны, промолвил красавец Водонос, Но дочь Визиря прекраснее. Сказал он так и пошел своею дорогою. А дочь падишаха с тех пор возненавидела соперницу. Прошло немного времени, и дочь падишаха тяжело заболела. Старый отец созвал всех мудрецов и врачей, Чтобы те вылечили царевну. А она вложила в руку одного из врачей горсть золота И сказала, «Пойди и скажи моему отцу, Ваше Величество, Если ваша дочь не выпьет крови дочери Визиря, Она никогда не поправится». Врач отправился к падишаху И повторил, как ему велели. «О, мой падишах, Если ваша дочь не выпьет крови дочери Визиря, Она никогда не поправится». Падишах приказал позвать Визиря И передал ему слова врача. Визирь опечалился, Ведь он очень любил свою дочь. Чтобы спасти девушку, Он убил большую кошку И кровь ее отнес во дворец падишаха. А сам, вернувшись домой, Велел сделать большой ореховый сундук С замками изнутри. В этот сундук он посадил свою дочь И отнес на базар. Как раз в это время По базару проходил красавец-водонос. Увидел он сундук, Купил его и принес домой. На следующий день рано утром Водонос отправился по своим делам. А девушка потихоньку открыла сундук И вышла из него. Она прибрала комнату, Застелила постель водоноса, Поела немного И снова забралась в сундук. Вечером приходит красавец-водонос домой. И что же он видит? Комната прибрана, Постель застелена. Кто-то приходил сюда, Подумал он, И улегся спать. На следующее утро водонос снова ушел разносить воду. Девушка опять убрала комнату И спряталась в сундук. Вернулся водонос домой И снова увидел всюду чистоту и порядок. Он призадумался, Потом подошел к сундуку И сказал, Эй, кто там? А ну-ка выходи! Дай взгляну на тебя! Девушка молчала. Что оставалось делать водоносу? Он постоял немного И пошел спать. А утром Он купил у соседа кусок мяса И принес домой. А вось, подумал он, На этот раз я подстерегу того, Кто хозяйничает у меня в доме. Только он ушел, Девушка вылезла из сундука, Убрала комнату, Сварила мясо, Положила его на блюдо И принялась стирать белье. Тут в комнату Вошел водонос. Ах! Воскликнула девушка И закрыла лицо передником. Красавица! Теперь ты моя, А я твой, Сказал водонос. Не бойся, Видно, ты моя судьба. Он пригласил свидетелей, Женился на девушке, И стали они жить В любви и ласке. Вот однажды водонос Нагрузил мулов подарками, Посадил молодую жену на осла И отправил ее Погостить к своей матери. Позавидовали соседи Красоте молодой женщины И написали водоносу письмо. Твоя жена Стала воровкой. Разгневался тут водонос И решил поколотить жену. Отправился он к дому матери. Жена выбежала его встречать, Увидела в руке мужа плеть И поняла, что он хочет сделать. И до того ее обида взяла За несправедливость, Что красавица Бросилась в речку, Которая протекала возле дома. Течение подхватило ее И вынесло в море. А море Пожалело ее И забросило В рыбачьи сети. Вытащили рыбаки сети И видят. Лежит в них Молодая женщина, Да такая красивая, Словно луна на небе. Рыбаки заспорили. Она будет моя, Закричал один. Нет, она моя, Возразил другой. Чуть не передрались Они между собой. Тогда вмешался Старый рыбак. Кто быстрее всех Принесет выпущенную стрелу, Тот и возьмет себе красавицу, Сказал он. На том и порешили. Трое рыбаков Помчались с запущенной стрелой, А жена водоноса Осталась одна. Быстро собрала Она рыбачьи сети, Схватила их И побежала. Бежала она, Бежала. И вдруг перед ней Появился Чудаковатый старик. Увидел он красавицу И сразу же в нее Влюбился. Ах, Прекрасная! Теперь ты моя! Уж я тебя из своих рук Не выпущу! Воскликнул он. Но жена водоноса Не растерялась. Набросила на голову Старика сети И побежала дальше. Наконец, Изнемогая от усталости, Прибежала она К источнику. Возле источника Росло дерево. Девушка забралась на него И уселась на ветку Отдохнуть. В это время Мимо проходил Сын Падишаха. Ему захотелось спить. Он нагнулся к источнику И увидел в нем Отражение красавицы. Царевич поднял голову, Разглядел ее Среди ветвей И сразу же в нее Влюбился И захотел взять ее Себе в жены. О, господин! Сказала ему Хитрая женщина. Хорошо, что ты не напился Из этого источника. Вода его волшебная Приносит несчастье. Садись лучше рядом со мной И посмотрим, что будет. Царевич сделал так, Как просила она. В сказках Время быстро идет. Не прошло и часа, Как к источнику Подошли три рыбака. Стали они пить воду. Увидели Отражение красавицы, Которую потеряли. И упали без чувств. Через некоторое время Пришел к источнику старик. Он тоже захотел напиться. Увидел в воде красавицу И упал, как подкошенный. Немного спустя Пришел за водой Красавец-водонос. Наклонился он над источником И тоже лишился чувств. Сын Падешаха, Видевший все это, Подивился И приказал своим приближенным Схватить их всех И посадить в тюрьму. Приказ его был исполнен. Но жена водоноса Совсем этого не хотела. И она сказала царевичу О, мой господин! Эти рыбаки Меня вытащили из моря. Этот старик Хотел меня обидеть. А красавец-водонос Мой муж. Правда ли это, О, красавица? Спросил царевич И тут же приказал Рыбаков отпустить. Старику дать плетей, А водоносу Вернуть его жену. Возьми свою красавицу, Сказал царевич водоносу. Да смотри, Больше из рук не выпускай. И будьте вы оба Счастливы до конца дней своих. И красавец-водонос Еще раз женился На дочери-визиря. Свадьба продолжалась Сорок дней И сорок ночей.